Вопрос о присвоении звания почетных гражданин города Сочи – один из основных и первых в списке рассмотрения депутатами. Избрание проводится один раз в год перед днем города. На этот раз из пяти кандидатов свои голоса депутаты могли отдать только трём. Для проведения процедуры тайного голосования в ходе сессии был объявлен перерыв. И пока специально сформированная комиссия занималась почетом голосов, народные избранники принимали решение по другим вопросам. В их число вошли включение в состав имущества городской казны порядка 10 автомобильных дорог общего пользования в разных районах курорта, передача пляжа-санатория Сочи из муниципальной в государственную собственность, исключение ряда объектов из перечня арендованных Сочи водоканалом, а также передачи краю 26 комплектов дорожных видеокамер. Депутаты также внесли поправки в текущий бюджет города, ведь проект бюджета на 2016 год должен быть представлен до 20 ноября. Мы с окончания прошлой и последней сессии получили в виде межбюджетных трансфертов из вышестоящего бюджета 235 миллионов. Соответственно, мы увеличиваем с вами на эти 235 миллионов доходную часть бюджета и расходную часть бюджета. Нам переданы введения города на горные каналы. Необходимо в ноябрь-декабрь, подготовленное обоснование смета, 14 миллионов 426 тысяч поставить на содержание. В ходе сессии утвердили и отчет о расходовании средств городского бюджета на подготовку и проведение выборов. На эти цели было выделено и полностью потрачено 16 миллионов рублей. Более 70% суммы ушло на зарплаты членам избирательной комиссии. Остальная часть – на печать бюллетеней, плакатов и других расходных материалов. А вот на выбор почетного гражданина сегодня ушло 40 бюллетеней. В таком количестве был представлен состав депутатов. По 37 голосов они отдали за Игоря Левитина и Вячеслава Хачмамука. На единицу меньше голосов получил Константин Эрнст. Вручение знаков о присвоении звания они получат на праздновании Дня города. Что касается новшеств, то депутатами было принято решение о создании шести депутатских комиссий, в том числе по взаимодействию с общественной палатой и по эффективности использования земель сельхозназначений. Цель этой комиссии – способствовать ускорению и эффективности работы по использованию этих земель. В каком плане? Потому что вопрос контроля за эффективностью использования – это федеральная полномочия. И конкретно это Россельхознадзор. Поэтому для того, чтобы ускорить этот процесс, помочь им в вопросах изучения, как же используются наши земли, вот эта комиссия создана. К комиссии будут подключены не только сочинские депутаты, но и специалисты комитетов ЗСК, так как земли сельскохозяйственного назначения сейчас под особым контролем. На территории Сочи насчитываются сотни сельхозугодий в удручающем состоянии. И задача комиссии – проводить мониторинг земель, находящихся в муниципальной, краевой и федеральной собственности. В случае нецелевого использования земель, участки будут переданы тем собственникам, которые хотят выращивать чай, овощи и фрукты.